друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляете ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки впереди выходные обязательно проведите хорошо понедельник я вас всех снова жду у нас начинается очень интересный период в плане новостей событий потому что одну точнее первая декада ноября будет насыщена на фундаментальный фон из-за заседания фрс и из-за можно сказать заседание опека я думаю что да точно не перенесут и если так то уже 4 ноября друзья у нас будет возможность с вами основа оценить те потенциальные действия которые будут предприняты ближневосточным картелем для того чтобы повлиять на текущую ситуацию на рынке нефти в общем следующей неделе мы начнем активно готовиться к этому фундаментальному фону поэтому ни в коем случае не пропускайте брифинге каждый день я их записывать для вас и держу вас в курсе сам актуальная информация если есть какие-то вопросы дополнительные жду их в комментариях мне нужен друзья фидбэк с вашей стороны что добавить что убавить что интересно что не интересно готов подстраиваться и адаптироваться исключительно под вас ну что у нас сегодня на повестке также несколько важных отчетов важных а почему потому что я точно уверен что они повлияют на динамику соответствующих активов в частности мы ждем блок данных по англии 900 роничные продажи потом в 1130 сразу и активность производственном секторе и активности в сфере услуг то есть в целом на основании вот этих трех релизов даже не дожидая следующего отчета по ввп можно будет прикинуть что будет с общим показателем экономического расширения и эта статистика сейчас вдвойне важнее чем всегда потому что главные триггер роста британской валюты в последнее время это ожидание повышения процентной ставки и соответственно тот статистический фон который сейчас опубликуется он их будет также напрямую влиять на то достаточные ли текущие условия макроэкономические такие конъюнктурные для того чтобы регулятор действовал в частности банк англии став первым среди регуляторов развитых стран которые пойдут на решение о росте процентных ставок после непростого ковидного периода поэтому эти данные сегодня точно нельзя выпускать из виду если фунт это тот актив в котором вы торгуете максимум внимания друзья на него сегодня но опять же вы ждете прогнозов что будет с фунтом я думаю что британская валюта сегодня сможет получить дополнительную поддержку и упрощить свои позиции на данный момент котировки 1.38 и я допускаю что сегодняшнюю торговую сессию по вместительствующую и всю неделю мы будем закрывать поближе к уровню 1 а 39 так по поводу других финансовых активов и если опять же соотнести с новостным фоном текущего дня следующий релиз после статистики по английской экономике следующие данные это данные по роничной продажи по канаде они будут опубликованы в 15.30 московском времени доллар канадец также еще один дуэт активов которые мы поместили в список торговых идей нашего инвестиционного портфеля последних месяцев в данном случае ставка на шорт пары сохраняется я думаю вы все легко сможете ответить на вопросы без моей помощи почему пара доллар канадец активно снижается и почему как говорят трейдеры она все еще смотрит вниз а если не сможете закрывая автоматически сейчас эти пробелы это из-за роста цен на нефть и сохранение нисходящей динамики по доллару ну и еще конечно же данные по канадской экономике на данные по инфляции которые мы разбирали фактически накануне рост инфляции до 4 и 4 процента и это серьезный повод аргумент для того чтобы банка канады также рассмотрел возможности ужесточения политики в частности повышение процентной ставки проничные продажи я ожидаю сегодня друзья хороший отчет у меня ну на основании того опыта который имеется в анализе макроэкономических данных есть четкое представление как можно судить а на роничных продажах на основании данных по инфляции которая по сути и отражает потребительскую активность после тех цифр которые мы видели по индексу потребительских цен я допускаю что роничные продажи ну вряд ли разочарует поэтому еще один сильный отчет это еще один мощный я на плюс к доводам относительно от того стоит ли повышать ставку или нет в связи с этим рассчитываю на дальнейшее укрепление канадца и на то что пара доллар канадец сегодня попробуют завершить неделю поближе к уровню 123 сейчас кассировки 12350 в целом если посмотреть на текущую динамику и сопоставить с тем что мы видели накануне конечно же логично было что на площадке локально могут вернуться продавцы риска и покупатели доллара потому что это нормально когда инициатива время от времени переходит от одних к другим особенно после развития мощных трендов динамики которую мы видели поэтому снижение опять же риска на укрепление позиции доллара вчерашнего дня это прежде всего скорее всего техническая коррекция ну есть еще один новостной повод это вновь и актуальные опасения относительно потенциального дефолта китайского девелопера застройщик овергранда некоторое время назад мы только об этой компании говорили напомню в двух словах буквально что эта компания которая накопила серьезные долги и уже не в состоянии их обслуживаться все ждали когда же пройдет распил как тоже говорят трейдеры инвесторы этой компании но контрольный пакет акций почему-то все-таки совет директоров решил не продавать мне это решение абсолютно загадочное тем более что вот фактически это неделя и следующая это последний период там и исполнения обязательного исполнения и выплаты процентов по облигациям причем платеж должен быть не меньше чем четверть миллиарда долларов ну может быть такая позиция все-таки руководство этой компании основана не на пустом месте скорее всего уже чувствуется поддержка китайских властей которые не дадут не допустят дефолт этой компании и соответственно крайне негативные последствия для всей китайской финансовой системы и финансовой системы мира то что рынок особо не паникует даже несмотря на то что в заголовках средствах массовой информации есть опять же информация о том что дефолт неизбежен то что рынок не паникует это доказывает также низкие значения индекса волатильности которые часто называют индексом страх он остается на многомесячных минимумах я тоже друзья не паникую вам не советую этого делать поэтому работаем с теми трендами которые у нас раньше были мы очень хорошо а поймали эту трендовую динамику пока что нужно двигаться в рамках обозначенных тенденций рынок нефти 83 41 заседание опека которая состоится в начале ноября фактически судьбоносное событие для углеводородов потому что только опек может повлиять на текущую ситуацию и разрешить проблему с дефицитом поэтому сейчас мы только лишь и готовимся к этому событию и я привык покупать на ожиданиях и можно продавать на факт друзья до 4 ноября у нас две недели по сути еще я думаю что бренд и давлю тебя за этот период времени прогуляются к новому максимуму уж точно индекс доллара 9370 ждем дальнейшего снижения бежевая книга которая вышла ранее показала о сообщила замедление темпов роста американской экономики в третьем квартале понятно что бизнес испытывать серьезные проблемы из-за проблем с логистикой трудностей с логистикой из-за срыва цепочек поставок из-за дефицита рабочей силы из-за опасений вокруг ковида высоких цен на энергоносители и инфляции и как я уже много раз говорил эти проблемы никуда не деваются и мы с ними будем жить до конца этого года уж точно поэтому сомневаюсь в решении фрс по скорому отказывать экономических символов и верю в то что доллар будет еще слабее золото растет цель 1800 до конца недели то есть сегодняшнего дня это вполне реальная цель и думаю что мы все-таки сегодняшний день завершим выше текущих уровней и американский фондовый рынок продолжает обновлять исторические максимумы рост семь дней подряд это я думаю еще не предел буквально нескольких пунктах от нового рекорда который точно будет поставлен сезон отчетности главный катализатор рост американской фонды ожидается что прибыль компании в этом квартале вырастет на 33 7 процента по сравнению с кварталом а прошлого года это серьезный задел фундаментальный позитивный которым нужно пользоваться и как я отметил пока на рынке нет негатива системного не нужно его выдумывать покупаем и дальше s&p nasdaq и dow jones друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей вам торговой сессии всем пока